Добрый вечер, уважаемые соотечники. Я на самом деле сегодня не планировал выступать, но буквально несколько часов назад я ознакомился с материалами, с докладами в ООН. Это специальный трибунал, который носит название «Китайский трибунал», который озвучил разные факты по пыткам в Китае. Честно говоря, я человек, который прошел сам через пытки, прошел через различные лагеря, видел, как на моих глазах пытают людей, я, честно говоря, был потрясен. И в этой связи я хотел бы задать ряд вопросов тем, кто продвигает Китай в нашу страну, продает наши интересы. А именно я сейчас хотел бы задать вопросы Дориге Назарбаеву. Я вчера предложил Дориге выйти на дебаты. Они мне сами предложили такой формат. Известный соловей режима Назарбаева Ермухаммед Иртызбаев сам мне предложил через политон Сергея Дуванова формат дебаты. Но итоги вы знаете, он выглядел позорно, лживый, как всегда. И, собственно, развивая эту тему, тему дебатов, я вчера пригласил на дебаты Доригу Назарбаеву, которую я знаю со студенческих лет, с возраста 20 лет. И задал ей ряд вопросов. Сегодня я опубликовал те вопросы, которые мне прислали. И вопросов у меня накопилось достаточно много. Я их буду озвучивать, пока будет Дорига взвешивать. Выйдет она на дебаты или нет. Но сегодня я хотел бы задать экстренные вопросы, которые меня просто возмутили до глубины души. Дело в том, что было очень много публикаций, что в Китае есть конституционные лагеря, где находятся национальные меньшинства, которые подвергаются пыткам, различным в виду так называемого перевоспитания, где их принуждают учить китайский язык, что именно в Синьцзянь-Уйгурском Атвеномном районе фактически идет закрытие национальных школ. Там у нас, вы знаете, есть целая область, Казахская-Илийская область, где по официальным данным проживает около 2 миллионов казахов. Хотя казахи, которые оттуда бежали, и разные другие отчетные данные говорят о том, что там проживает не менее 3 миллионов казахов. Так вот, я все эти сообщения, безусловно, изучал. И, честно говоря, был период, когда я не то чтобы не верил, я не мог в это поверить. Это у меня вызывало недоумение. В 21 веке, когда от взаимоотношений с такими странами, как Соединенные Штаты и Америка, Европа, ведущие страны Европы, по сути дела зависит благополучие Китая. Более 50% во внешней торговле занимает именно эти страны, ведущие страны мира. Это новые технологии, это продажи товаров, это строительство гигантских промышленных комплексов на территории Китая. Это, соответственно, возможность продавать свои товары в эти ведущие страны мира, которые занимают четкую позицию. Глобальная позиция очень простая – права человека. Права человека предполагает, что Китай не может проводить такие бесчеловечные, пытки, не ожидая последствий. Права человека предполагают, что не может быть никаких конституционных лагерей, где людей пытают, как бы перевоспитывают. Права человека не предполагают, что возможно ущемление по национальному признаку, соприт изучение своих национальных языков. Был такой пример – Германия, которая мировое сообщество сломила. И там, вы знаете, сейчас все это уничтожено в корне. Это была глобальная катастрофа в 20 веке. Был ЮАР, который был подверг международным санкциям, и их политику называли апартеидом. Сейчас там этого нет. И мне казалось, что в условии, когда мир открытый и прозрачный, что конституционные лагеря, вот эти пытки, в том виде, которые фактически стали публиковаться, мне казалось нереальным. Но тем не менее оказалось все это правдой. Это просто оказалось поразительной правдой, при том всем, что эти конституционные лагеря оснащены были по самому последнему слову техники. И не только эти лагеря, практически весь Суар и очень многие районы Китая, как выяснилось, они находятся таким под тотальным контролем, который можно было, наверное, увидеть только в фантастических фильмах. И сейчас ты понимаешь, что то, что происходит в Китае, просто не укладывается в сознание нормального человека, современного нормального человека. И тем более не может в сознании укладываться в ведущих стран мира, такие как Америка и Европа, которые продвигают базовые ценности, связанные с правами человека, и очень настойчиво давят на любую страну, если они видят нарушение прав человека. И, собственно, это в Китае происходит. И вот сейчас, вчера, как выяснилось, был опубликован доклад. Доклад, в котором просто производит какое-то невероятное впечатление по своим ужасам. То есть, в 21 веке в Китае, оказывается, происходили и происходят зверства, пытки, излечения органов человека живьем, живьем. Во-первых, сначала, последние около 20 лет, как говорит доклад ООН, была религиозная группа Фолуньгунь, и эту группу, те, кто проповедует эту религию, китайцы, значит, задерживали, сажали в тюрьмы и убивали их, убивали по заказу, вскрывали, притом внутренние органы вскрывали, когда человек был живой, извлекали почки, печень, сердце, легкие, роговицу, кожу. Это все делали у живых людей. И трибунал, который носит название как бы китайский трибунал при ООН, озвучил эти факты, что такие же насильственные извлечения были организованы против мусульманского населения, в Суар, против казахов, уйгур, кыргызов. Также выясняется, такие же методы применялись против тибетцев и некоторых христианских сект. Вы представляете, это в 21 веке член ООН, Китай, который по масштабам экономики, по размеру является второй в мире. Как выяснилось, как сегодня я прочитал и вчера был доклад ООН, что китайские власти совершают преступления против человечества. Это геноцид. мы знаем, что пару десятков лет такие факты были в Африке, когда главы таких государств гадским трибуналом осуждались, к ним выписывали санкции на арест. И вот представьте себе, это происходит в Китае. Именно мусульманское население, этнические меньшинства, которые проживают в Суар. и вот есть информация, что до полутора миллиона человек подверглись вот такому уничтожению. Вы просто вдумайтесь. И, конечно же, наши власти Назарбаев, Токаев, Дарига Назарбаева были об этом в курсе. Эти доклады появились в публичном пространстве с прошлого года, и они у меня вызывали недоумение, я казал, что это нереально. Сейчас, после того, как уже произошел суд, именно трибунал при ООН, где озвучивались неоспоримые доказательства, это уже является фактом неоспоримым. Здесь так называемый китайский трибунал возглавлял Джеффри Нис, он был прокурором международном трибунале по бывшей Югославии. И здесь заслушались доклады расследователей, которые в своих докладах представили неопровержимые доказательства. Неопровержимые доказательства. И на территории Китая у нас работает посольство. Понятно, что все эти доклады ложились, клались на стол к Назарбаеву, Такаеву и дорогие Назарбаевы. И вот соответственно у меня вопрос. Как можно дружить с властями, которые осуществляют геноцид целых народов? Не просто геноцид, по своему разбаху, по уровню пыток, по тем размеру, глубине этих пыток, как это живого человека удалять внутренние органы. Притом это делают по заказу. Даже гитлеровская Германия не доросла до этого. Вы представляете? Эта страна является главным партнером Нурсултана Назарбаева. Вчера председатель комитета Всекитайского собрания народных представителей Китайского парламента Ли Джаншу заявил, что эти тесные отношения между Китаем и Казахстаном в первую очередь связаны с тем, что лидер, как он сказал, нации Казахстана имеет дружеские отношения на самом высоком уровне Китая. На самом высоком уровне Китая. То есть вы понимаете, что китайцев в нашу страну стремительно заводит именно Нурсултан Назарбаев. И они это отмечают. Они это отмечают. И понятно, что слова дорогие о том, что учите китайский, Китай наша судьба. Как может быть Китай нашей судьбой, где присутствуют конституционные лагеря, где пытают людей, где в течение длительного времени у живых людей извлекались внутренние органы. Я лично не сенофоб. Да, я видел, как китайцы варят живьем собак, видел, как живьем сдирает шкуру у теленка. Я много такого видел. Это, конечно, вызывает огромное отвращение. Отвращение просто жесточайшее. Но когда я сегодня прочитал, не просто прочитал, увидел еще доклад на видео адвоката, который участвовал в этих расследовании, он имел фактаж свидетелей, я, конечно, был просто потрясен. И вот представьте, уважаемые друзья, наша политическая верхушка Назарбаев, Такаев, Дарига Назарбаева жмут руку представителям китайской власти. Они хотят затащить нашу страну 55 китайских заводов. Они говорят, что мы построим поезд шелковый стоимостью 1 триллион долларов, который замкнет и Казахстан, и центрально-азиатские страны, и Пакистан, и другие страны. И что мы имеем? Мы имеем партнеров в то чудовище. Я, конечно, еще раз скажу, сказать, что это не народ Китая, это китайское правительство, китайские власти. Это же чудовище. И мы встречаем их, мы им позволяем свободно, активно строить свой бизнес, где нашим работникам они платят минимум 5-6 раз меньше, чем своим китайским работникам. Но это часть проблемы. А выясняется, что они пытают миллионы людей в концентрационных лагерях и наши так называемые руководители жмут им руки, делают с ними бизнес. Дорига как-то сказала про детей в детских домах, что вот нужно, чтобы все посмотрели на этих детей уродов. Так кто урод дорига? Вы, твой отец Нурсултан Назарбаев, Касмжумар Такаев, ты сама, не вы ли уроды? Я честно говоря просто потрясен. Просто потрясен. Поэтому я думаю, что наши граждане не случайно возмущаются, выходят на китайские протесты, потому что уродливая наша система, политическая верхушка находит таких же уродов представителей китайской власти, которые миллионами гробят людей, притом они целенаправленно уничтожают именно мусульман, целенаправленно именно ЦУАР, именно представители национальных меньшинств, и когда представители Китая утверждают, что мы будем дружить, улучшать отношения, когда Назарбаев затаскивает инвестиции, вы же понимаете, что нас обкладывают, мы сейчас будем публиковать еще информацию, вы знаете, в Астане так называемый проект ЛРТ, где так называемые трамвайные линии, они всадили порядка миллиард четыреста, кредитные линии не было миллиард четыреста, закопали просто так сто миллиардов тенге, при том всем, что этот проект в четыре раза дороже, чем в реальной его стоимость, и его строил кто, организовал кто проект, внук Нурсултана Назарбаева, Нурали Алиев, также это он является сыном дороги Назарбаевой, и сейчас получается, что этот кредит будет обслуживать вся страна 25 лет. Вот как мы попадаем в кабалу, именно вся страна, не просто кто-то конкретно один, вся страна сразу эта верхушка политическая извлекает доход, сразу ворует с этого кредита, часть кредита, значительную часть кладет себе в карман, потом они балдеют во всем мире, покупают земли, дворцы и все прочее, будучи просто государственными чиновниками. Ну вот Нурали Алиева просто на 8 месяцев назначили зам Акима города Астаны, и как раз в этот период строилось это так называемое ЛРТ, миллиарды долларов просто исчезли в неизвестном направлении, и сейчас из бюджета будут инвестироваться еще деньги, чтобы это достроить, там пару десятков всего лишь километров. И вот представьте, что можно говорить, разве это не семья уродов, которые пытаются эту уродливую политическую систему затащить в нашу страну, не просто вогнать в кабалу, а сотрудничать с теми, кто пытает миллионы людей в конституционных лагерях. я каждый день буду задавать вопросы, дорогая, ты сейчас занимаешь позицию председателя Сената, это вторая должность в стране по конституции, и эти вопросы все равно тебе их зададут, поэтому есть смысл тебе, наверное, потренироваться, пригласить юристов, пригласить министра иностранных дел, главу Комитет национальной безопасности Карима Масимова, который тоже в Китае учился, который тоже любит, как и Такаев, продемонстрирует знания китайского языка, ездит туда часто, я думаю, тебе нужно пригласить своего Соловья, Ермухамбеда Ертезбаева, чтобы он на белое попытался сказать, что это черное, или наоборот, на черное, что это белое, но есть упрямые факты, доклад специальной комиссии ООН, это не просто слова, это доклад с фактажом, что ты скажешь попыткам, что ты скажешь, то, что там пытает казахов и гуру в другие национальные меньшинства в концентрационных лагерях, что ты можешь сказать, потому что у живых людей извлекали внутренние органы, что ты можешь сказать о том, что если Казахстан, как вы декларируете, демократическое государство, почему это государство в вашем лице заверяет о дружбе китайской власти, почему вы, имея возможность оказать влияние и давление на китайские власти, не реагируете на факты пыток или потому что вас это устраивает, что такие же пытки проходят в тюрьмах Казахстана. Я думаю, тебе стоит подумать тщательно и подготовиться выйти действительно на дебаты и ответить на эти вопросы. Знаешь, дорогая, здесь когда вчера я тебе сделал предложение выйти на дебаты, люди начали говорить, обзывать, я это не я писал, я просто тебе их некоторые оттранслирую. Например, люди говорят, зачем она вам сдалась? Говорят, ну она же тупая, с нее невозможно ничего взять, кроме анализов. Ну, дорогая, тебе не обидно такое слышать? Я думаю, обидно. Ну, все-таки ты училась пару лет в Московском университете, закончила Казахский государственный университет, тебя куча регалиев, я их скоро озвучиваю, ты там доктор каких-то наук и все прочее. Но, я думаю, ты должна обидеться, если тебя кто-то называет тупой курицей, правильно? Поэтому, мне кажется, что правильный будет, чтобы второй человек в государстве спокойно собрал эти вопросы, которые я каждый день тебе буду транслировать, которые мне пишут. Затем мы просто в открытом эфире поговорим, поговорим открыто, вы включите все каналы информационные, хабар, там, все прочее, и мы поговорим. Ваши чиновники, ну, или Соловей, в частности, Яркозбаев, рассказывает о том, что страна наша добилась безусловных успехов. Поэтому, я думаю, что вы же в этом все убеждены. Ты убеждена, Яркозбаев убежден. Ну, вы все убеждены одним словом. Если это не так, то, наверное, Назарбаев сказал бы, это государственная измена. Поэтому, раз вы вместе с ним работаете, продвигаете, нахваливаете, говорите курс Ельбасы, то, наверное, справедливо, чтобы ты не боялась выйти и действительно уверенно сказать, что мы построили крутую страну, что у нас все хорошо. Как сказал Яркозбаев, 30% у нас богатые люди. Вот. Я думаю, что тебе, как главе Сената, как второму человеку государства, который хочет стать скоро президентом страны, нужно знать ответы на все эти вопросы. Поэтому, я тебе сегодня выталкиваю в эфир, что называется, вторую группу вопросов. Как ты, Дарига, можешь сотрудничать с китайскими властями, с теми, кто осуществляет геноцид народов, пытает казахов, уйгур, кыргызов и другие национальные меньшинства. Как ты предлагаешь сотрудничать, открывать китайские школы, изучать китайский язык в Казахстане, в наших школах, когда казахский язык в Китае подавляется и людей заставляет силы учить китайский язык. Как ты будешь проводить государственную политику во взаимоотношениях с Китаем, будешь ли на них оказывать дипломатическое давление, все меры воздействия, чтобы это было прекращено. Цивилизованную мир это сделал слово за вами. Поэтому, дорога, я тебе сегодня отправлю вторую группу вопросов, завтра еще, и я думаю, тебе пора определиться и назначать дату дебатов, когда мы можем с тобой поговорить по прямому эфиру, по всем каналам. Вы же ничего не боитесь, вы уверены в своих силах, вы отправили на дебаты со мной вашего соловья, считая, что он будет очень убедительным. К сожалению, люди сказали, он провалился. Поэтому, наверное, есть смысл тебе попытаться защитить позицию, позицию твоего отца. Ты же последователь курса своего отца. Пожалуйста, я жду от тебя ответа. До встречи в эфире.